Приветствую вас! Если я скажу, например, что ваша девушка вас любит, но боится близости с вами, и поэтому решила выбрать в качестве формата отношений вот такие вот ничему не обязывающие отношения. Ну, а что? Как вариант? Вам же сказали, что вы заправной вариант, Максим, вас уже спросили, сколько лет девушки, ну почему бы не попробовать еще этот вариант, как минимум. Потому что вы, по сути, не рассказывая ничего о своих отношениях с девушкой, по сути, не описывая ничего связанного с тем, как вы взаимодействуете с своей девушкой, и что вас, к примеру, друг с другом связывало, как вы, к примеру, познакомились, почему вы расстались и так далее, что вы чувствуете к девушке, как она с вами взаимодействует, какой она человек, какой вы человек. Ничего этого, по сути, не описывая, вы просто спрашиваете нас о том, так, а, собственно, любит ли она меня, или я запасной вариант. И вот хочется спросить, Максим, а откуда психолог может это знать? Да. За таким вопросом обычно обращаются в эзотерику, там люди предсказывают и считают о чувствах и о мыслях людей. Ну, я не знаю точно, что они там делают. Вот. Это да. С точки зрения психологии, нет. Нужно сделать анализ ваших отношений, чтобы... Чтобы на сто процентов, да, значит, сказать вам о том, как, допустим, развиваются ваши отношения. И что с большей долей вероятности хочет девушка. Вот. А пока что я вижу только вот такой момент, что девушка в ближе-близости с вами испугалась, что, ну, страшно ей выстраивать какие-то такие серьезные отношения, видимо. Вот. И она решила просто с вами выстраивать отношения, которые ее устраивали. Вот. Понимаете? Ну, а может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Ситуация еще интереснее. Вот. Может быть, девушка вас использует, пытается использовать. Вот. Но тут момент такой, что для использования требуется, я бы сказал, определенная такая, знаете, находчивость. Вот. Именно, именно, именно для того, чтобы вас использовать. То есть это так не работает, что захотел, к примеру, человека использовать, да? Взял и начал его использовать. Нет. Это так не работает. Эмм... К счастью. К счастью. К счастью. Для вас это так не работает. Для того, чтобы использовать человека, нужно достаточно высокий уровень интеллекта. Нужно достаточно хорошо знать человека. Вот. Понимать его. Понимать, что человеку нужно. Понимать, что человек хочет. Вот. И, соответственно, саратов лучше всего использовать. Если девушка, например, в курсе, если девушка в курсе, что вы, к примеру, в ней нуждаетесь. Вот. Если девушка в курсе, что вы, к примеру, в ней нуждаетесь. Что вы серьезно в ней нуждаетесь. То да. В таком случае использование может быть. Может быть. Это правда. В таком случае использование может быть. Но если вы от девочки особо не зависите, и если ваши желания напрямую с девушкой не связаны, допустим, то я не думаю, что она может вас использовать. Но опять же. Опять же. Все вытекает. Вот. 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 Все вытекает. из того, какие у вас отношения с девочкой. Вот мы не знаем, насколько вы к ней привязаны. Например. Ну, мы этого не знаем. Мы не знаем, насколько сильны ваши чувства к ней. Мы тоже не знаем. Мы этого не можем начинать. Да? Потому что нет информации такой об этом. А вас? Ну, соответственно, было бы здорово, если бы вы раскрыли бы эти моменты. И тогда, я уверен, мы смогли бы дать вам ту самую обратную связь, которая вы хотите. Ага. Если же информации такой у вас нет, то есть если вы как-то вот сомневаетесь в том, насколько хорошо, допустим, допустим, вы знаете свою девочку, то в таком случае, в таком случае, ну не будет брата с вами поговорить. И я уверен, что мы обязательно найдем решение. Я уверен, что мы обязательно найдем решение вашей проблемы. Ну, вот. Решение вам. Тому, что вы чувствуете. Того, что вы сейчас ощущаете. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Вы можете, к примеру, задать еще один вопрос, где более полно опишите свою, например, ситуацию. И, соответственно, психологи дадут вам такой более направленный ответ, чем можно дать его сейчас. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его отыску в качестве лучшего. Вот. Конечно, самый такой оптимальный вариант решения вашей проблемы, это вариант попробовать, просто попробовать согласиться на то, что предлагает ваша девушка и посмотреть, потому что, может быть, что она и сама не знает, что она хочет и что ей нужно. Такое тоже может быть. Вот. Поэтому, здесь важно, чтобы вы не испытывали боли, ну, лишней боли, чтобы вам не было это все болезненно, чтобы вам не было это все неприятно. Вот. Чтобы вы, чтобы вы разобрались в себе, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, что происходит, и чтобы вы делали, собственно, только то, что вам вот хочется, а не то, что там, ну, вызывают какие-то негативные ощущения, да. И так далее. Вот. Вот так вот. Я думаю, можно ответить. На этом все. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо. 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 Спасибо.